Анатолий Заиченко 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 время он будет принять уже с учетом поправок и с учетом замечаний общественности, предпринимателей. И я думаю, что он будет работать. Работать будет в рамках законодательного поля теперь же Российской Федерации. Российская Федерация, но он будет работать на постоянной основе или только на время переходного периода? Нет, он будет работать на постоянной основе. Более того, мы пытаемся адаптировать его работу в переходный период к законодательству Российской Федерации, но так, чтобы наши предприниматели при этом не пострадали. Вот над этим мы и работаем сегодня. Второй актуальной темой, которая взаимосвязана с этим законом, являются так называемые проблемы, которые сегодня у нас есть в взаимоотношениях экономические проблемы, не только политические. Хотя классики говорили, что политика есть концентрированное выражение экономики. Но вы знаете, что банковская система Украины в одночасье приняла решение, Национальный банк принял решение 260-й постановой прекратить работу всех украинских банков в Крыму. Последствия этого, конечно, очень печальные. Печальные с точки зрения перспективы экономических отношений с украинскими товаропроизводителями. И от этого уже мы сегодня видим определенные проблемы, которые возникли. Но самое печальное еще и в том, что около 7 миллиардов в эквиваленте российских рублей сумма зависла на счетах наших предприятий, частных предпринимателей. Это те деньги, которые заморожены на долгий год. Я думаю, что настанет другой период, период цивилизованных отношений. Эти деньги можно будет когда-то вернуть. Но вы можете себе представить, насколько они в гривневом эквиваленте обесценятся за эти годы, когда сегодня наши предприятия, имея на счетах украинских банков остатки огромные, на общую сумму, что я назвал, не смогут просто пользоваться этими деньгами. Что в такой ситуации, да, правительство? Какие принимают шаги? Над этим уже нашли мы, скажем так, частичное решение этой проблемы, но только в смысле встречных суд. То есть выбито 3 миллиарда рублей, деньги эти уже фактически находятся сегодня в распоряжении Министерства финансов Крыма. В размере 3 миллиарда рублей наши товаропроизводители смогут прокредитовать свои бизнеса в текущем режиме, для того, чтобы не провалиться, скажем, в текущем дне. Но, конечно, это не есть окончательное решение, потому что самое главное решение должно быть возврат этих денег. Но это уже вопрос переходит в политическую плоскость, и этим надо будет заниматься уже на юридическом уровне. Какие еще изменения в налогообложении, в частности в НДС, произошли? Объясните, пожалуйста, крымчанам, чтобы было понятнее, как сейчас идет в этой сфере работа какая идет. Спасибо. Ну, я сразу хочу сказать, очень много слышу, скажем так, не совсем понимающих замечаний от наших граждан. Которые считают, что вот кому-то там, или там российскому правительству, или крымскому правительству просто захотелось, и мы вот решили взять и уйти от взаиморасчетов гривни. Это абсолютно не так. Проблема возникла только потому, что банки, украинские банки, фактически нам обрезали нормальный артерий, по которому мы могли работать в гривневом эквиваленте. С тех пор, как украинские банки закрыли здесь, осталась возможность работать только наличной гривной. А наличная гривна, это не есть полноценная работа в экономических отношениях, особенно те, которые касаются между... Умеете в виду электронной, да? Да, да. Электронные деньги, системы экономических платежей, СЭП мы ее называем, да, электронных платежей. Она фактически обрезала нам возможность нормальной работы с украинскими поставщиками, с украинскими предпринимателями, с украинским бизнесом. То, что было налажено, его не стало, что в итоге? Конечно. Что в результате? В результате мы получили проблемы, которые коснулись косвенно и ценовой политики. Почему? Потому что с того момента, когда мы прекратили взаиморасчеты в гривне, у нас возникла проблема, с одной стороны, Украина, Крымский полуостров считает своей частью, и она не дает нам таможенного оформления грузов, которые поставляются с территории Украины или на территорию Украины. С другой стороны, так как нет взаиморасчетов сегодня электронных в гривнах, то мы вынуждены констатировать, что с 1 июня мы фактически переходим во взаиморасчеты, где единственной валютой платежа будет рубль, а остальные все валюты являются валютами стран-нерезидентов. А это особый характер валютного контроля, это таможенное оформление должно быть обязательно и так далее и тому подобное. Что сюда вытекает? Да, и мы выходим, что из этого? Вы помните, что совсем недавно мы говорили о том, что товары, поставляемые с Украины, не имеющие таможенное оформление, но при этом имеющие 20% невозвратного НДС на товары, которые покупаются в Украине. Например, давайте возьмем товар молоко, приходит с Украины. Пришел пакет молока, я ставлю очень условную цену, 10 гривен она оценена, в том числе в эти 10 гривен 20% НДС, то есть возвратные должно быть из 10 гривен завтра при перерасчете на обязательства налоговые должны быть фактически 2 гривны из 10 гривен возвратными в плане НДС. Что мы получили? Мы получили, что они заходят по цене 10 гривен и наши предприятия, которые покупают для продажи населению, не имеют возврата этих 2 гривен в качестве налоговых, так называемых, кредитов. То есть это невыгодно стало? Да, и получается, что стоимость товара уже на территории Крыма, который мы покупаем с украинской стороны, на 20% выросла. Более того, предприятие должно еще, так сказать, заплатить налоги по законодательству Российской Федерации. Мы являемся частью этого, скажем, этого пространства экономического. Получается, что было, помните, плюс еще 18%, которые мы отстояли, сделали 4%, а на такие группы товаров, которые дефицитные, в том числе и молоко, 2%, это получается, что как минимум, как ни крути, это, конечно, не 18%. Получается, что с этих 10 гривен, если предприниматель, например, сделает наценку 10%, это будет 11 гривен, то он фактически заплатит налог 4% от суммы 11 гривен или 2%, как в случае с молоком. Было бы, если бы не было льготы этой, было бы не 2%, не 4% в зависимости от группы товаров, а было бы 18%. И, конечно, это привело к такому дорожанию, что цены начали стремительно расти, которые пошли с украинской территории. Что делать в этой ситуации? Что предпринимается? Потому что цены действительно, крымчане жалуются. Произошло дальше, что так как разрыв в ценах между Украиной и Россией большой, и так как многие товары начали завозить контрабанда с территории Украины, и Российская Федерация, и Крымское правительство поставило вопрос о легализации этих отношений. Чтобы легализовать эти отношения, нужно все-таки сделать так, чтобы с этих продуктов, которые поставляются полулегальным путем с территории Украины, платились налоги. Конечно, этот налог, опять же, возвращаемся. Мы приняли вроде сторону ввоза 24%, это хороший налог, но в сторону вывоза, это получается опять предприятия, которые закупают у нас на российскую часть материка, какую-либо продукцию нашу или которая была ввезена, они не имеют так называемого налога НДСа под 18%. И получается удорожание товара уже становится на территорию России на 18% дороже, они не имеют налогового кредита под НДС, и получается, что наша продукция становится неконкурентоспособной. Так как продукты некоторые завозились по полулегальным каким-то непонятным каналам, фактически контрабандой, потому что Украина не контролирует это, она считает, что это часть Украины, то, конечно, вы заметили, что на наших рынках начало, скажем, падать объем и ассортимент предлагаемого товара, не потому что, скажем, перестали возить меньше, потому что некоторые товары по заниженным расценкам, с неуплаченными налогами, начали уходить на территорию российского материка. Но, чтобы этот процесс легализовать, чтобы придать ему правильную сущность, мы пошли на следующий шаг, последовательный шаг, я хочу подчеркнуть, что отношения с Украиной, мы так и оставили, 2-4%, из которых 2-4% не имеют налогового кредита, естественно, что в данной ситуации 2-4% без налогового кредита, это гораздо менее выгодно, чем 18% налога на добавочной стоимости, при том условии, что товары заходят с территории России, или идут с Украины на территорию России, или продаются на территории Крыма, и при этом получается, что 2-4% при наценке 10%, это всего получается гораздо меньше, чем даже 2%. В одном случае и в другом случае, это гораздо более выгодно сегодня для бюджета Крыма, потому что это дополнительные налоги, дополнительные сборы. Но самое главное, что должны понять наши, уважаемые телезрители, что это все направлено, прежде всего, а, на пополнение бюджета, легализацию тех товаров, которые поставляются с территории Украины, б, на создание более благоприятных, конкурентоспособных условий для товаропроизводителей крымских, которые отправляют продукцию на территорию России, которые привозят продукцию с территории России, и которые продают свою продукцию на территории Крыма. При этом, при всем, это влияет положительно только на ценообразование, потому что платить 18% налога на добавочную стоимость от добавочной стоимости, в данном случае от молока, от 1 гривны 18%, это гораздо выгоднее, чем 20% от суммы 11 гривен. И чем даже 2% от суммы 11 гривен. Возвращаясь к молоку, у нас считанные секунды, молоко будет стоить 10 гривен, с чего мы начинали, или будет все-таки расти? Вы знаете, мы брали условные показатели, да, параметры ценовой политики контролирует не только в данной ситуации правительство, но и в Министерстве экономики, антимонопольный комитет, который четко, жестко регламентирует это все. Я, конечно, понимаю, что цены у нас растут, потому что государство с более мощной, сильной экономикой имеет совсем другие ценовые предложения. Естественно, другой спрос, но я веду все только к тому, что и правительство, и государственный совет принимают все меры для того, чтобы реальная заработная плата была более стремительной, чем номинальная заработная плата, и значит покупательная способность крымчан росла, а не падала в условиях переходного периода. И тогда не страшно покупать молоко ни по какой воде цене. Вы знаете, страшно всегда, потому что мы люди экономные, и вы знаете, особенно пенсионеры, люди, скажем, с низким достатком. Это всегда важно. Вопрос только в одном. Качество молока, отношение к продуктам своих товаропроизводителей. Вы знаете, во всем мире есть так, если это продукция твоего товаропроизводителя, это всегда немножко дороже, чем продукция импортная. И граждане любой страны, имея патриотическое отношение к этому всему, всегда будут покупать свою продукцию, даже если она немножко выше в цене. Почему? Потому что это инвестиции в свой собственный регион. В свой, конечно же. Да, в свой собственный регион. Поддержка собственного производителя. Поддержка собственного производителя. Спасибо вам огромное за полезную информацию. Очень приятно, что делаются шаги в этом направлении. Ведется работа. Спасибо. Я хотел еще одно замечание сделать. Обратить внимание наших предпринимателей, что по инициативе, опять же, спикера, теперь уже председателя Государственного совета Константинова Владимира Андреевича, срок уплаты обязательных платежей, который был вынесен, уже дважды переносился до 1 июня, сейчас перенесен до 1 июля. Почему это делается? Не для того, чтобы наши добросовестные налогоплательщики расслабились и не платили налогов еще в месяц, а для того, чтобы они понимали, что мы понимаем всю сложность переходного периода, всю сложность ситуации. И идем им навстречу только для того, чтобы они не выглядели уже, скажем так, бизнес в российском законодательстве, они начали с чистого листа, из положительной истории. Да. И это замечательно. Спасибо огромное. Спасибо вам. И это пока все. Не переключайтесь. Дальше будет интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова